Провести Новый год в Котласе решили по-новому. Принципиальных отличий празднования 2015-го несколько. Сама новогодняя ночь пройдет не на площади Советов, а в городском парке. Как показал соцопрос, не все горожане согласны с этим решением, но организаторы уверяют, праздник только выиграет. Смотрите в небо! Во-первых, поскольку парк находится в большем удалении от зданий, чем площадь перед управой, фейерверк будет высотным, а не низким, как все предыдущие годы. Второе. Раньше в качестве новогодней сцены использовался козырек крыльца администрации, с которого зрителям было мало что видно, а артисты и глава города вынуждены были выходить на него через окно. В парке же оборудована специализированная сценическая площадка. Есть звуковая и световая аппаратура, что позволит сделать концерт более зрелищным. Кстати, сейчас рассматривается вопрос о приглашении на новогоднее шоу не только местных артистов, но и звезд российской эстрады. Еще один плюс. Некоторые аттракционы, а также все кафе и рестораны в парке в новогоднюю ночь будут работать. Можно будет зайти погреться и перекусить. Также глава города поручил Олегу Зильбергу сделать оформление места новогоднего отдыха поистине сказочным. Надо так оригинально это все сделать. Может один раз вложиться, а потом это все восстанавливать, чтобы у людей впечатление создалось. А насчет того, что пространство парка ограничено, можно не беспокоиться, уверяют члены оргкомитета. Все ворота в эту зону развлечений будут открыты. Задействуют также и площадку за боулинг-центром, так что места будет как минимум не меньше, чем на площади советов. Правда, вариант переноса торжества пока пробный. Если жителям города что-то не понравится или в техническом плане что-то не удастся, празднование новогодней ночи всегда можно вернуть на традиционное место. Я считаю, что людям нужно предоставить, чтобы каждый сегодняшний хотя бы год сказать, давайте проведем мы, посмотрим, а на следующий год они проголосуют там или тут. Кстати, елка на площади советов останется. Будет и привычное украшение этого места. Здесь же у некоторых предпринимателей есть желание обустроить ледовые горки. В период новогодних торжеств по максимуму должен быть украшен и сам город. Сделать это организаторы праздника намерены благодаря фонарям, которые крепятся на кроны деревьев и подсвечивают их разными цветами. Это очень зрелищный и экономичный вариант. Такие световые приборы появятся на Маяковского, Некрасово и у Дворца культуры. Сейчас обсуждается возможность подключения других улиц. Ведь так называемый пешеходный маршрут световой иллюминации разработан от привокзальной площади через улицу Урицкого, далее на Невского, где будет ответвление. В одну сторону до парка, в другую до торгового центра Семеновский. Поучаствовать в подобном световом оформлении своих торговых объектов предложено и предпринимателям. Чтобы научить их, как грамотно украсть магазин, возможно, в преддверии Нового года в Котласе даже будет организован специальный семинар. Ледовые скульптуры – еще одно ноу-хау новогоднего праздника. Сотворить их должен мастер из Череповца. А располагаться фигуры будут возле городского Дворца культуры, в месте будущего арт-бульвара. Сами бы объекты ледяные были бы хороши в дворцовой тематике. Это трон, допустим, пушка, карета ледяная. Причем такие объекты, на которых можно посидеть, использовать. То есть фото-зума такая получается. Обязательно территория перед ДК будет украшена светом. Также здесь появятся этакие домики для перекусов и для того, чтобы согреться. Сейчас осталось только решить вопрос с охраной этой территории от вандалов. Его, а также другие рабочие моменты члены Оргкомитета обсудят на следующем заседании в середине октября.